Мы сегодня имеем хорошее собрание, братья и сестры, вспоминая день. Именно это событие, когда Христос пришел на эту землю и принял водное крещение, как и мы, когда достигаем совершенного возраста, также принимаем водное крещение. Я читаю место еще на Писании, это Ивангелие от Матфея, 21 глава, 25 стих. Ивангелие от Матфея, глава 21, 25 стих. Это беседа Иисуса Христа с теми, которые мы знали закон, за фарисеями, старейшинами, законниками. Христос задал им один вопрос. Крещение Иоанново откуда было? С небес или от человеков? Они хотели знать, какой властью Христос делает чудеса. И много чего они хотели знать, но не то, что их это интересовало. Они хотели уловить Христа. Динарии приносят ему. А подать надо платить или нет? Женщину привели к нему. А что с ней делать? И Христос им задал вопрос. Крещение Иоаннова, оно было с небес или от человеков? Братья и сестры, мы, когда смотрим в Священное Писание, в Божье Слово, и посмотрим жизнь Иоанна. Жизнь Иоанна Крестителя. Написано, не восставал больше. Из пророков больше Иоанна Крестителя. Не восставал больше. Но он вроде бы и исцелений никаких не было, каких-то чудес. А Христос говорит, что больше не восставал за Иоанна Крестителя. Почему? Братья и сестры, я рассуждал, раньше рассуждал о жизни Иоанна и сейчас. И думаю, а я хотел бы прожить жизнь Иоанна. Сегодня люди хотят быть большими в этом мире. Я смотрю, даже в нас некоторые говорят, Брит Виктор, у меня есть слово к большому собранию. Я думаю, я говорю, брат, начинай с малого. Начинай с маленького. Мы так хотим, ну, чтобы нас почитали, чтобы кем-то мы были, чтобы за нас кто-то говорил. Ну, это наша сущность такая греховная. Братья и сестры, Иоанн, когда рождался, когда родился, это было необыкновенное событие с отцом, который был священником, с матерью, уже в таком возрасте. Он родился, когда родители уже были не молодые. И потом Божье Слово говорит, когда его отец не поверил, он перестал говорить, не говорил. А потом, Божье Слово говорит, дочечку взял, написал, как ему имя, потому что было несогласие по имени этого маленького ребенка. Потом открылись ему уста. Вы знаете, братья и сестры, люди это заметили. Что-то будет необыкновенное. Что-то будет большое. А потом, братья и сестры, мы посмотрим дальше же из Иоанна, Иоанна Крестителя. Он оставил родительский дом. Я думаю, он был только один сын в родителей священника. Я думаю, там был достаток. Мы предполагаем так. Он это все оставил. Куда он пошел? Он пошел в пустыню. Иоанн, зачем? Дальше, братья и сестры, а какая его была одежда? Из верблюжьего волоса одежда. Я помню, однажды я увидел верблюда и так потрогал его. Но я не знаю, чем мы носили такую одежду, как Иоанн носил. Одежда из верблюжьего волоса. Братья и сестры, а какая была пища Иоанна? Я не знаю, мы ели бы такую пищу сегодня, как Иоанн ел. Саранчу, написано акриды, это особый вид саранчи, дикий мед. А где он спал, а как он жил? Братья и сестры, когда начинаешь вникать в это, думаешь, Господи, вот этот человек в духе и силе Ильи, этот человек с небес. но когда посмотришь жизнь его, его стиль жизни, а с другой стороны, братья и сестры, я хотел бы сказать, немножко хоть братьям, к отцам. Иоанн, ну зачем тебе эта беззаконная женщина, Иродиада? Ну зачем она тебе нужна? Ну, говори меньшим, простым, те, которые тебе ничего, каких-то проблем не сделают, а он к царю говорит, к царю. Братья и сестры, сегодня говорят те, которые должны стоять за это, они убеждают, говорят совсем другое. Иоанн не боялся говорить. Он сказал простому, какие он слова говорил, кривизны исправьте, неровные пути исправьте, покайтесь, сотворите достойные плоды покаяния, приблизилось царство Господне. Потом другим говорит, чтоб все видели, что вы покаялись. Там написано, по рождению их видели, или кто внушил вам бежать от будущего гнева, сотворите достойные плоды. Братья и сестры, он имел силу это говорить. И он не думал, какая будет его последующая жизнь. И когда он говорил царю Ироду, это касается всех людей, больших и малых, знатных, вельмож, царей и простых рыбаков. Ирод, это жена твоего брата, возврати ее назад, к своему брату Филиппу. Ирод не ожидал, может, такого. Те приближенные, которые были к нему, это не говорили. Братья и сестры, первый священник им это не говорил. Он обязан был это ему сказать. Священники не говорили. Когда он жертвы проносил в храме, все молчали, что не знали, не видели. Видели, что он забрал жену у своего брата. Молчат все, не говорят. Братья и сестры, как много сегодня, братья, почему я говорил к нам, как много мы сегодня не хотим проблем и молчим там, где мы видим и нам необходимо и нужно сказать. Да, это тяжело сказать. Это нелегко сказать. Иоанну тоже нелегко сказать. И что после этого? Если он имел Дух Божий, он, Господь ему указывал, что будет после этого такого говорения или такого обличения. И написано, Ирод слушал его, он понял, что этот человек с небес. Тот, что он говорит, это не от себя он говорит. Это говорит тот, что дает ему Господь с небес. Так сказать, как говорил Иоанн, это нелегко. И это очень тяжело. Но тот, что влаживал ему Бог, Отец в его сердце, он то говорил. И говорил всем, кого видел. Нравилось это людям или не нравилось? Братья и сестры, сказать на украинской мове кодло гадюче? Это не так-то просто. Говори, сказать тем, которые шли креститься. Но Иоанн сказал, покайтесь сначала, сотворите достойные плоды покаяния. Дети, воины, он там всем говорил, те, которые приходили к нему, что нам делать? Он говорит, вот так и так поступайте. Мытари, которые подади собирали, Иоанн, учитель, что делать? И он им говорил. И то говорил, что не то, что не быть. Знаете, сегодня говорят, что не будь. Говорит, вроде бы сказал, да не помню, не понял. Отошел, не понял, а как делать? Вроде я ответ получил, а не понял, как делать. Что такое завулированное, такое непонятное. братья и сестры, и Родиада ему это не простила большому Божьему человеку, большому Божьему пророку, но он делал то, что угодно в Господних очах. Братья и сестры, Христос пришел к Иоанну принимать крещение. И в нас сегодня такой праздник, такой день мы сегодня вспоминаем. Давайте посмотрим на это событие, которое мы сегодня вспоминаем. Приходит Христос к Иоанну. И что Иоанн говорит? Нет, я этого не могу сделать. Мне нужно, написано, удерживал его, мне нужно креститься от тебя. Братья и сестры, я когда смотрю на это событие, я думаю, Господи, как это уразуметь? Один ставит Христа больше, Христос ставит Иоанна больше. А мы сами себя ставим больше. Не брата, как Божье слово говорит, желающий будь большим, меньшим будь. Вот это самый тот праздник, братья и сестры, самое тое при воде. При воде, когда принимали крещение. Иоанн говорит, нет, я должен креститься от тебя. А Христос говорит, оставь, я должен креститься от тебя. И когда Христос сказал Иоанну крестителю, так должно или так надлежит, необходимо исполнить всякую правду. И тогда Божий Сын принимает крещение от Иоанна. И когда Иоанн преподает Христо крещение, братья и сестры, вот как это событие, как работать в смирении, в Божьего Сына, который пришел на эту землю. А мы сегодня, братья и сестры, смотрим, другие приоритеты в нас. Попробуй, скажи что-то. Или сделай какое-то обличение, или может унизить немножко, или, как говорят, против шерсти чуть погладить. Совсем другое. И, братья и сестры, когда принимает Христос крещение, Иоанн увидел Духа Божия, который исходил на Иисуса Христа в виде головы. Братья и сестры, мое желание, чтобы это крещение водное, это сила Божьего обетования вернулась в наше время. Чтобы наши дети, когда принимают крещение, были обличены силой Святого Духа до крещения, после крещения, чтобы они ревновали об этом. Чтобы Господь их благословил. И было это знак для Иисуса Христа. И написано, Иоанн увидел и услышал «Сей Сын Мой Возлюбленный». Братья и сестры, написано, явится, когда всякий дол наполнится, всякая гора и холм понизится и узрит всякая плоть спасения Божия. Если мы начнем выправлять, Иоанн это говорил, выпрямите свои кривизны, дороги своих латки ездят. Для Господа пути приготовьте, чтобы Господь пришел в наше сердце и в нашу жизнь. И явится слава Господне. Мы ожидаем присутствия Господня, чтобы Господь обратил в нас свое внимание, взор свой. А Божье Слово говорит, всякая гора и холм, что должны сделать, братья и сестры? Иоанн Креститель говорил, всякая гора и холм понизь здесь. Низина, поднимись. Приготовьте путь Господу. Если кривые пути, сегодня да или нет, и там немножко, выпрямь эти пути, кривые, и тогда придет Господь. Приготовьте путь Господу. Прямым и сделайте стези Ему. И тогда всякая плоть узрит спасение Божие. Слава Господу, братья и сестры. Да благословит нас Господь, церковь дорогая, чтобы этот пример, когда Христос принимал крещение, был и для нас сегодня. Откуда крещение, знающие закон, знающие наизу пророков, Пятикнижи Моисеева, откуда крещение Иоаннова? И не могли они сказать. Они говорят, если скажем с небес. Он скажет, почему не поверили? А если скажем от человеков, то те, которые нас окружают, они точно знают, что это с небес. Дорогой друг, брат и сестра, Слово Божье и Божье обетование нам пришли с небес. И мы благодарим нашего Господа. То годное крещение, которое мы давали обет Господу, служить доброй совестью, братья и сестры, кто нас держал? Я смотрю сегодня на хор, или на молодежь, или на церковь, или на это здание. Я говорю, это рука Господня, аллилуйя. Это рука Господня, братья и сестры. когда Господь держит нас своей руке. Я верю, братья и сестры, придет день, когда я выравнию свои кривизны, и когда я поднимаюсь или опускаюсь и делаю путь для Господа гладким. Мое сердце, мою жизнь, в церковь приходит слава Господня и Божье спасение. Да благословит нас Господь, братья и сестры, каждого, который на этом месте, мы желаем и просим, чтобы Господь пришел в наш дом, в наше сердце, в нашу жизнь, а вот понизиться мы не можем. Ну, как так? Как понизиться? А тут Христос говорит, оставь Иоанна, оставь. Братья и сестры, как они понимают друг друга? И тот с небес, и тот с небес. И понимают друг друга. А мы часто не понимаем друга, а хочем быть на небесах, братья и сестры. На небесах будут те, которые любят Господа. На небесах не будет те, которые унижают других, которые оскорбляют других, которые самые мудрые и умные. На небесах будут те блаженные, нищие духом, ибо их есть Царствие Божие Небесное. Слава нашему Господу да благословит нас Господь. Склоним колени, помолимся. Аминь.